По фляге меда поднимает, на машине мотается, приезжает каждый год в клинику и говорит, ну что же вылечит? Я говорю, Серафимович, тебя не мед тебя спасает, тебя спасает я, пчели, тебя сжали от чего? Поэтому локально, много раз я болела колено, взял, оставил локально на данное колено, все, все, у него, вот видите, действует на это. Человек живет здорово, устал, но устал меньше качать меда, но в юге Украины меда меньше, вот три битона с му, откачали с Серией и еще это несет. Менча там заливают, слава богу, там уже есть с бытлями, Европа, наплавлен на Украину, весь мед собираем, отвал кипра, и в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Франции, в общем, все, человеку привеносит 2 доллара, этого тоже не, украинского человека, это большое дело, не нравится. Ну, а меда меньше, просто море, взорвись. Так, ну вот все, какие вопросы, у кого по термокамере будут вопросы, я расскажу поподробнее. Ну, коротко могу сказать, что изготавливается к заказу с ценой, сразу скажу, атостропа. Атостропа, и непонятно, что делать. Почему? Потому что все комплектующие материалы, которые были сделаны в Казахстане, закончились, и свежие едут закупать, все, в два раза продолжают. Все, начинаем. И ничего не забыть, нет регуляторов, не качаться на несколько, поэтому просто делайте сами, пробуйте. Но, по крайней мере, почитайте хотя бы вот, вот я сейчас каждому раздам, значит, эту статью, так, положение именно в России. Не знаю, справится ли Сюганов, нынче мы ему сделаем запрос, как-то сделаем. Георгий Андреевич, дайте свою пассиву для контроля и контроля. Ну, приедем, я вот посмотрю, дает пассиву, и сделаю контроль на полете. Ну, не знаю, какой будет результат. В положении этого справа, мне звонят, 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 рассказывают, по весне сто семей отправлял семь, осталось двадцать, пятьдесят отправлял осталось пять. И вот, вот, устаешь, просто слушать по таким речям. А нет ничего проще, 15 минут в году, многие уверяют, как тяжело, как сложно, это вредно для человека, для чего. Потому что в газете «Пасих России» вышла статья, умер человек, работая на термокамере, надышался он видеть каким-то ядом, который поднимается с термокамерами. Ну, это же засел, а народ-то, рядовой-то. Ух ты, это вредно, ты так усеешь, и человек умер. Представляешь? Еду в Твопце, ищу на Тадрис, это все подрох полный, никакого нет у этого человека, который умер. Никто это, это просто, Бузов пишет, вот листу заполнен газету свою информацией. Я говорю, тогда я должен каждый умер, потому что я занимался пчеледным ядом, а все говорили, кто пчеледным ядом занимался в 90-е годы, все умерли. Я живой. Термокамерой каждый год, значит, обрабатывает куча семей, живой. Нет, написали, очень вредно. Уверяю вас, вредного ничего нет. А пчела, вот такая, вот такая куча, 450 грамм в год семейка была. Она дожила до весны, потому что все могли счастья и угла. Все, весь вывод. Так, кому интересно, разум 살у, для обчеркнутых времени. Я говорю не простую билеточку, для отховутых деревянных. Взял туда, сироп наловил и вывел. Открываю на улочку, положил, сразу пчелы туда. Конечно, берем это. Это контейнер, это на пару недель. Вставляем в полку, так вывел, чтобы она не болтала. Пчелы берутся. И все. Сюда крышка, небольшая для вентиляции. Поставил, сверху поставил от дождя плитку, половую плитку, плитку чистой. Все. Все, все. Все, все. Можно, корей, маленький приборчик сделать по поводу пчелоужеления. Действительно, это дело достаточно необходимое в пчеловой практике. Но когда мы сами содержали его так вполне нормальные, если осуществляем ужеление таким-то, будем посторонним, следует учитывать все-таки, что вероятность возникновения аллергических реакций, она не исключена. То есть, как-то в этом плане отсюда эта сторонность. В этом отношении довольно интересная история у нас получилась, когда выступал Андрей Анатолий Скрипков о Петерпешной конференции. Он рассказывал, из моей практики очень часто возникают аллергические реакции. Часто это на желудок, сказывается, так сказать, восстановление. В этом случае очень эффективное средство, необходимо принять вовнутрь. И вот из зала сразу 200 грамм. Ну кто сказал 200? 50 грамм, 40% из приема. Ну а характера показывает, что один прием, иногда бывает маловато. Приходится делать два. То есть, а эта сторона нейтрализует действие реакции? Дело в том, что с последствиями ужаления снимается, скажем так. Снимается та аллергическая реакция, которая у нас на первом этапе возникает. Естественно, Андрей Анатолий Скрипков пошутил, но вот существует такая доза, да, 50 грамм, и вроде как она помогает. Именно при восстановлении реакции. И тянет обязательно. Рекомендую на своем опыте, знаю, момент, когда я чуть-чуть, то же самое, не ошибся. Очень крупно. Значит, всех, наверное, да, руках ужалить, и вроде того, что раз я себя сто раз могу ужалить, значит, я и другого. Приходит ко мне товарищ и говорит, по-моему, рихтовщик всю зиму сидит, значит, на коленях, ну там машины в коленях, в любви. Ну, приходите, буду ставить. Он пригонил раз, два, три, пять. Нормально мой организм переносит, я даже не делал пробку эту биологическую, ставил ему вокально на коленях. Все, потом однажды приходит, штаны снимает, а я смотрю, у него вот здесь вот что-то рама какая-то. А я говорю, что-то, что-то. Да упал с этого, с велосипедика. И я совершенно, ну, раньше не был, я забыл, я забыл, что, видимо, надо предостеречься. Я ему ставлю штук шесть. Ужал внимание, и он вечером уезжает, и я отдыхаю. Через три дня меня буквально, значит, осенило. Я звоню его и спрошу, Веня, как? Он говорит, ты знаешь, что я чуть являюсь эмоцией. У него рана появилась, так? И рана появилась гнойная. Когда мы ставим несколько штук на колено, мы и зазнали, что вечером у меня колено горячее. Гнойная рана, и пошла гангрену его в больницу оперировать, ногу отрезать. И он в последний момент только опомнился и сказал, что мне же пчелы жарят на ногу сделать. И отложили от рвания ноги. То есть, представляете, я просто элементарную вещь не подумал, и я мог влететь в такую вещь. Человек в руке залетал. То есть, люди для нас решили, когда поставили куда угодно. Я себе ставлю на шеи к лошаднику. Между прочим, помогает очень даже иногда такой конкретной силы. Где-то прочитал, что зрение вроде как лечит и помогает. Я нашел для того, что чуть-чуть я не поставил себе в чему жарю меня возле горячей. Возле горячей. Тем не менее, хорошая одна вещь. Жальтесь, жальте, но будьте, будьте с людьми осторожны. Между прочим, сейчас я знаю, что на немногих силах не едет ни белорусы, ни кто. С Украины едет один Соломко, Дед Василь. С Россией Дейбутов и один именно аппетитеропед. От них есть лиственные билеты. Ну, в общем-то, если кому интересно, мое мнение нечего там делать. Мы в этот раз в Киеве, но не были. Все было нормально, замечательно. Хотя организаторы киевские, украинские тогда подкачали. Здорово с организацией. На этот раз дозвониться даже невозможно было в комитете. То есть мы не знаем некультурную программу. Хотелось бы раз туда съездить, посмотрите, да? Мы не знаем некультурную программу. Никто не отвечает. Размещения никакого нет. Ожидается масса китайцев, малазийцев. То есть это будет фуру как бы для музеянского региона. У нас обходит Старомол. Ну, видимо, поедем через два года в Турцию. Мы много чего знаем. Следующий конгресс, что вы знаете, здесь. Ну, все, уйдем. Переволод.